Друзья, я сегодня несколько строк написала. Слышно? Да. Именно посвященные Николаю Ивановичу Рыжкову. Я их хочу сейчас зачесть. И это слова не только тех присутствующих, которые сейчас сегодня здесь, а тех, которые жили в Ленинакане. Именно я сейчас это слово говорю, потому что ленинакан, ленинаканцы. Вот эта трагедия произошла тогда, и будем говорить этим словом. И ленинаканцы никогда не забывают. Памятник Рыжкова не только там, но и в самом Ичмиоцене стоит от благодарного армянского народа. Так вот, сейчас просто прочту стихи, которые я буквально сегодня написала. В год жуткого землетрясения, 7 декабря, не только стены обвалились на голове армян, а небеса. Тогда зимой суровый прилетел в Армению Рыжков на 2-3 дня. Однако же на месяцы остался. Ибо увиденное через сердце пропустил. Не мог глава правительства СССР лишь издали руководить, координировать усилия по ликвидации последствий. Хотел он самолично проследить весь ход восстановительных работ. Народ делил с моим народом не только чай горячий, но и боль. Народ ни на минуту не забыл, ни доброту его, ни сострадание. И званием Героя Республики Армения он сына наградил российского народа. Зимой суровой, в декабре студеном, ты с нами слезы проливал на снег. Под снежниками нежными, где слезы ныне свои бутоны из-под снега распустили. Уходишь в первый день весны, день ясный светел, как и ты. Покойся с миром, милый друг. Благодарим и не забудем. Вот поэтому вот этот маленький букетик подснежников, этот маленький букетик подснежников, это те слезы. Николай Иванович Рыжков, он не стеснялся своих слез. Эти слезы проливались на снег Ленинакана, в разрушенном Ленинакане. Но сегодня эти слезы превратились в бутоны подснежников. И мы прощаемся с Николаем Ивановичем, этим маленьким букетиком подснежников. Соболезнования всему российскому народу, всему армянскому народу, родным, близким, семье. Всем, 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 кто действительно ценил Николая Ивановича, как государственного деятеля, государственника, истинного.